Здравствуйте, друзья! Я знаю, давно не виделись. I'm back, как говорится. Извините, что давно не постила, но была очень занята. Семья, работа, учёба и всё такое. Это не значит, что моё увлечение ушло. Нет, просто я занималась, покупала так для себя только. И так как в последнее время стресс работы и учёбы стал прямо очень тягостным, скажем так, мне хотелось как-то вернуться к своим хобби, сделать такой дистресс. И, пожалуй, вот начнём. Недавно я сделала какие-то новые покупки в свою коллекцию. В частности, вот такую вот птичку. По-моему, это калибри или как на английском тут говорят, хаммингберд. Такая вот золотая брошёванная брошка. Там есть какая-то надпись, просто четыре буквы. Кажется, Сфинкс так маркировала. Но, наверное, не только они. Не знаю, чья она, но очень красивая. Мне нравится, что она такая 3D. Непростая брошка. Очень хорошо сделана, по-моему. Вот мне она сразу приглянулась, и я её купила. Вот такой вот калибри. Хотя, если посмотреть в профиль, почему-то мне кажется, что это орёл. Но всё-таки, мне кажется, это не орёл, это калибри. И вот там же, в этом же секонд-хенде, я купила вот такую шотландскую брошку. Мне кажется, это шотландская брошка. Такой шотландский меч. Или, как тут говорят, даггер. Почему говорю шотландская? Потому что это типично такие стёклышки кабошона в стиле вот этого шотландского, знаменитого шотландского агата. Маркировки никакой не видно. Обычно это Миракл. Но не только Миракл делали такие вот традиционные шотландские. Даже не уверена, что они называются брошки. Их, у них символичное такое значение. Их носит и мужчина. Вот. Ну и не помню, если я показывала когда-нибудь. Когда-то купила я вот такой вот тоже шотландский. Это Миракл. Шотландская фирма. Такая вот брошка. И тоже, видите, есть стеклянные кабошоны. Есть просто такие одноцветные. Есть такие, как будто под агат или под какой-то камень. Эту брошку можно носить и, видите, на цепь. Только цепь нужна такая, более грубоватая, наверное. Еще недавно купила вот такую вот. Вот такую вот цепочку. Извините. Вот такую вот цепочку с, ну, не медален, а подвеской. Очень, как говорят на английском, ornate. Очень сделано, ну, узорно. И центральный кабошон, он стеклянный, так на ощупь, и сделан он, по-моему, под, если я не ошибаюсь, под садолитовый камень. Это тоже вот недавнее мое приобретение. У меня уже, ой, тут немножко грязно. У меня уже таких черепашек весь дом. Вот это вот садолитовый камень. Если в некоторых местах можно увидеть такие золотистые вкрапления. Где-то был еще, но не помню, где его поставил. Такая вот черепашка, ну, обычная, керамиковой. Никакой надписи нет. И немножко такое смешное выражение лица. И так как все знают, что я собираю уже черепашек, мне все их дарят. Хотя я собираю торт, то есть наземные черепашки, чем водных. Но не все знают разницу. Вот это явно водная черепашка. Ну, мне ее подарила, кстати, по-моему, мама. Это уже не помню кто. И так как я что-то ставила, ставила, у меня получилась такая салфеточка такая с каким-то синим фоном. У меня что-то почему-то были ассоциации с прудом. Я решила уже показать все какие-то, может быть, мушки, таракашек, разных прудных животных. А, ну, перед этим еще бы хотела показать вот этот браслет. Тоже я там же покупала в секонд-хенде. Так, ничего особенного, но видно, что камушки довольно такие интересные. Видите, рейнбол. Такие интересные стеклянные вот эти кабошоны. Она, даже у нее есть, видите, цепь, сейфти, да, чтобы не терялась. И она, это, по-моему, Сара Ковентри. Я ее купила, потому что у меня уже был такой перстень. Покупала когда-то на ebay в лоте с кольцами. Такой вот получился у меня неожиданный комплект. Это было в каком-то лоте, уже не помню, но я не показывала. Вот такой четырехлистник. Это, по-моему, мужской перстень. Потому что он очень большой, огромный, видите? И вылетел как золотой прям. Ну, это не золото. Но очень мне понравилось, как сделаны... Вот именно кристаллы, видите? Такие необычные, непростые кристаллы. Как листики трехлистника, четырехлистника. Такого изумрудного цвета на экране даже не видно. Ой, волосинка. На экране даже не видно, какого он ярко-зеленого цвета. К сожалению. Вот не помню, есть ли у меня что-то новое. Это уже не новое. Но, как я уже говорила, я уже стала вытаскивать разных таракашек. Такая вот брошка. Паутина и с паучком. Висячим паучком. Никакой надписи нет. Я не вижу, по крайней мере. Я все думала, что на Хэллоуин я ее надену, но так и не надела. Такая вот мушка. Я, по-моему, уже показывала эти сережки. К сожалению, не могу найти вторую. Ну, будет как пин. Может, даже лучше. Такая мушка села на жакет. Вот. Это было в каком-то лоте. Такая вот креветка. Это брошь от Сфинкс. Даже есть надпись Сфинкс. Сейчас не видно. Вот только единственное, что вот этот кабошон, он просто пластик. И ведь он расклеился, но к тому же и вот хвостик. У хвостика тут не хватает. Он обломался. И, к сожалению, не думаю, что я могу ничего с этим поделать. А брошь как классная. Эту утку я уже показывала. Это античная брошь. Старая. Это, по-моему, пластик. Вот этот старый пластик. Целлулоид. Немножко обломано тут крыло. И кто-то просто вот краской сделал. Ну, классно. Мне нравится такая утка в пруду. Когда-то купила вот такие вот брошь и две клипсы. Но не думаю, что они винтажные. Я думаю, это новые. Такие вот лягушки. Лягушка. Это лягушонка. Клипсы. Не знаю, старые или нет. Понятия не имею. Вот такой вот еще один паучок. Тоже не думаю, что это старая брошь. Но мне она понравилась. Такие вот черные кристаллики глазки. Такой вот многофасетед. Малтифасетед. Не знаю, как на русском. Видите, как много вырезов на кристалле. Такой вот паучок. Тоже новое приобретение. Такой браслетик. По-моему, от Напьер. Немножко, конечно, золото немножко по... По-моему, поубралось. Такой чуть-чуть. Такой гибкий. И раз... Меняет размер. Не меняет размер. Вы меня поняли. Честное слово. Забываешь русский. Только на английском говоришь. Вот. Эту тоже я когда-то показывала. Но она мне... Хотя это... Не... То, что я думала. Не... Лилии... Как-то... Лилипед. Это не лилипед. Это, по-моему, как герань. Но почему-то она мне все равно напоминает. Листок лилии. Водной лилии. Но это герань. Это... Видите, из нее сделали... Очень мастерски сделали брошь. Но я сделала расследование. Об этой броши когда-то. И нашла, что... На самом деле это клипса. Брошь побольше. И это комплект. Вот брошь такая же вот. И... Ну, клипсы. От... Ух! Уже забыла. Моне. Или Напьер. Уже не помню. И я... Она не магнитится. И... Тот комплект, который я видела. Вот клипсы. Такого же размера, как эта брошь. И большая брошь. Точно такие же. Они из серебра. Ну, по описанию это серебро. Покрытое золотом. Очень красивая брошь. Очень красивая брошь. Вот такая вот брошь. Кто из нас рыбы? Я не рыба, я козерог. Такая смешная брошь. Такие вот клипсы тоже, по-моему, показывала я когда-то. Это пластик. Ну, выглядят очень красиво они. Как цветок лилии. Ну, пожалуй, наверное, это все. Я кое-что еще покупала, но я уже не помню, что нового. Походу еще покажу. Может быть, про это когда-нибудь расскажу. Хотела сначала показать эти, но потом передумала. Я продолжаю мадларкать. Мадларкать – это такое занятие. Оно происходит от, на самом деле, очень старого, не самого счастливого занятия, когда люди очень бедные дети, особенно дети, так как денег не было. Они, ну, как у нас, копошились в мусорке. А так как многие мусорки именно делались возле озер, возле рек, вот они копошились возле рек, искали что-то там, что можно, может, продать, скушать или унести домой. Но, конечно, это уже поменялось. Сейчас в мадларкане – это то же самое. Ты копошишься практически в старых викторианских, 100-летней давности мусорках, чтобы найти какие-то, ну, не исторические, но объекты, которыми когда-то пользовались люди в быте. И это, на самом деле, очень интересное и азартное занятие, но оно связано с бичкомбингом. Бичкомбинг – это то же самое, но ты прочесываешь просто пляжи и ищешь вот такое морское стекло. Я очень люблю морское стекло. Разные вот ракушки. Можно найти фоселс, то есть фасилизированные там кораллы в камнях, фасилизированные животные. Но я не очень разбираюсь и пока что много не нашла. Разные там симпатичные, красивые камни. Тут есть пляжи, где можно найти и агарты, может, не самое такое, не самого хорошего качества. Корнелиан, гранаты в Темзе можно найти очень много. Я сейчас не уверена, что я сказала. Гранаты, по-моему. Или не гранаты. В общем, я отвлекаюсь, когда как-нибудь покажу и свои находки бичкомбинга и мадларкинга. Ну, а пока что на этом все. Вот это мой пруд. А, потом покажу. Вот это мой пруд. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok